Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш семинар, который посвящен работе с таким замечательным инструментом программы Microsoft Excel, как сводная таблица. Мы продолжаем с вами рассматривать работу в сводных таблицах. И сегодня наша тема посвящена вычисляемому полю сводных таблиц. Вопросы вычисления наиболее интересные и наиболее сложные для пользователя. И вычисляемое поле вызывает некоторые затруднения у опытных пользователей. Поэтому мне интересно сейчас показать некоторые особенности, интересные моменты и, может быть, проблемы, которые возникают в случае вычисляемых полей. А может быть, некоторые впервые познакомятся с этой возможностью. Представляю себя. Я преподаватель центра Булаева Светлана Игоревна. Я веду офисные программы. Но, конечно, в центре внимания это Excel. Вы можете видеть мои статусы. То есть это сдача международного экзамена Microsoft Office Specialist на уровне эксперта. То есть Excel Expert по версии 2010, по версии 2013. И по совокупности сдачи экзамена по офисному пакету мне присвоен статус Microsoft Office Master Office 2013. И далее мне бы хотелось показать вам вот такой путеводитель по нашим курсам, который показывает, что все-таки мы основываемся уже на тех знаниях, которые были получены на наших тренингах. В нашем центре мы изучаем Excel на курсе уровень 2 расширенные возможности и продолжаем изучать Excel на курсе анализ и визуализация данных. Мы изучаем работу со сводными таблицами на курсе уровень 2 расширенные возможности. Я хочу напомнить, как выглядит отчет сводной таблицы. То есть на основе базы данных мы с вами получаем сводную таблицу. Мы работаем с полями. Мы можем посвоить сводную диаграмму. Но, собственно, вот так вот выглядит наша сводная таблица. Это презентация. Это вы смотрите на экране. Итак, мы с вами будем говорить о вычисляемом поле и неотъемлемая часть или неразрывно связана следующая команда, которая называется вычисляемый объект. То есть этот вопрос вызывает массу вопросов. Вычисляемый объект. Ну, собственно, мы разделим эти команды и посмотрим, как это все назначается. Итак, вот сейчас я показываю презентацию. Я закрываю эту презентацию. Ее у вас нет. И я открываю свой файлик, сводные таблицы, преподаватель. Значит, этот файлик немножко отличается от того, что вы получили. Вот это мы сейчас и посмотрим, чем отличается, как назначать и так далее. Итак, мы с вами открыли наш файл. И прежде всего мы говорим о том, что сводная таблица – это таблица, которая представляет отчет данных, таблица, в которой мы можем получить любой итоговый сейс. Но для того, чтобы работать со сводной таблицей, данные должны быть правильно подготовлены. И вот сейчас перед нами идеально подготовленная таблица. Но, имея богатый опыт работы с конкретными таблицами, конечно, я понимаю, что не всегда наши исходные таблички имеют вот такой вид. Я сейчас назначаю файл параметры. И там, где мы работаем с формулами, вот здесь мы определяем тип или стиль ссылок, row column, или мы убираем и возвращаемся к стандартному. То есть это скорее не у вас, а это скорее у меня. Итак, мы готовы к тому, что на самом деле мы можем и потеряться на листе, тем более, что у нас изменились объемы. Итак, таблички у нас одинаковые. Но, несколько слов. Несколько слов о том, что скорее всего я встречаюсь с тем, что когда спрашивают конкретные вопросы, а как назначать, как применять, то я сталкиваюсь с тем, что таблички выглядят следующим образом. У вас этих листочков нет, это я уже показываю. Итак, начнем с того, даже не с того, что мы работаем в сводных таблицах. Я вам сейчас все расскажу, но вы вернетесь к своим табличкам и ничего не сможете назначить. Потому что давайте посмотрим, вот в чем здесь неправильная подготовка данных к анализу. Вот как вы считаете? Общее название колонны. У нас есть наименование, у нас есть цена. Вот это все правильно. То есть мы говорим о том, что у нас таблица представляет совокупность строк и совокупность полей. И у нас поле это столбец. Посмотрите, пожалуйста, наименование товара. И все наименования товара у нас представлены в одном столбце. А наши исходные таблицы могут как быть представлены? Одно поле представлено совокупностью столбцов. То есть наши отчеты тяготеют вот к такому представлению данных. То есть это одно поле месяц представлено отдельными столбцами. Это означает, что у нас возникает необходимость объединять ячейки. И у нас возникает проблема с созданием сводных таблиц и вообще с анализом и с работой. Конечно, мы можем, и мои предыдущие семинары были посвящены, собственно, как с этим бороться, как создавать сводную табличку. Но может быть, вам и не надо бороться, а мы с вами просто научимся на нашем тренинге уровень третий работать с массивами. То есть здесь легко все выполняется, все вычисляется, если мы будем работать непосредственно с массивами. Далее. Я хочу вернуться опять к своей презентации, потому что самый характерный пример неправильно подготовленной таблицы, это, например, бюджеты. Когда у нас есть объединенные ячейки, когда, ну, представляете, доходы, расходы у нас, статьи и так далее. И нам бы, конечно, хотелось бы создать на основе такого бюджета сводную таблицу и в ней работать. Легко. Но если мы с вами используем новые настройки, которые у нас появляются, и новые настройки, о которых мы рассказываем на повседневной шестой части. Поэтому, прежде всего, когда возникают проблемы, мой вопрос. Покажите исходную таблицу, чтобы понять, собственно, вашу проблему. Итак, если есть объединенные ячейки, и вы не можете их удалять, то есть сейчас вот от семена, я только что узаконил с вами, что мы убираем обращение, мы подключаем ее в правильно подготовленную таблицу. А если мы оставляем исходный наш бюджет, то тогда мы воспользуемся на настройку, которая сформирует запрос, превратит это в правильную подготовленную таблицу, как промежуточная таблица. И тогда мы с вами выполним сфорную табличку. Вот. Настройка называется Power Query. Интересная настройка. Да, вот видим Power Query. Query запрос. Значит, эти настройки, они бесплатно скачиваются с сайта Microsoft. Microsoft, Query как запрос по-английски. И к любой конфигурации. Начиная с 10-й версии. Нет, 10-й, ну там просто есть стандарт. К любой, нет, к профессионал. К профессионал, да. К хому она не устанавливается. Вы зайдете на Microsoft и увидите эти требования. Потому что здесь все-таки предлагается, что это для специалиста. С другой стороны, Microsoft идет нам навстречу. Поэтому, может быть, до Нового года было только для профессионалов. А может быть, да. Может быть, политика компании изменилась. Пожалуйста, посмотрите. Но, во всяком случае, очень интересно. Мы умеем создать сводную таблицу. Мы с вами умеем. Ну, давайте посмотрим, если вы хотите убедиться. У вас есть затраты, выручка, прибыль. То есть мы создаем сводную таблицу. И вот мы получаем затраты, выручка, прибыль. Вот наши поля. Мы их выставили. И дальше мы говорили о том, что на основе этих данных мы с вами можем добавлять поля. То есть мы с вами можем получать количество. Мы с вами можем применять дополнительные операции вычисления. То есть мы с вами все это умеем делать. То есть это в рамках нашего тренинга. Назначить команды, поменять операцию вычисления. Добавить дополнительное вычисление. То есть мы с вами это делаем. И вот это тот старт, с которого мы и начинаем наш сегодня семинар. У нас есть исходные данные. И нам нужно посчитать, например, НДС. Итак, переходим на следующий листочек НДС. И вот наша исходная таблица. Значит, я вам показываю табличку, которая уже выполнена. Потому что мы часто исходим из того, что у нас уже есть готовый результат. Но мы сейчас вместе все это сделаем, так что вы тоже это получите. Итак, в обычной таблице только исходные данные. У нас нет с вами НДС. НДС это продолжение вычислений. То есть можно сказать, что это не является исходным данным. И мы не нагружаем нашу исходную таблицу. А мы выполняем именно те вычисления, которые нужны нам. И мы выполняем это уже в своих отчетах. Мы сейчас это создадим, это сделаем. Но представьте, что к вам пришла уже сводная табличка. Сначала я просто покажу. К вам пришла сводная таблица. И первое, что я сделаю, я смотрю. А есть ли у нас формулы, которые были добавлены к тому пакету формул, которые владеет сводная таблица. Для этого я показываю сводную табличку и перехожу на вкладку «Анализ». И в разделе «Вычисления» нахожу команду «Поля, элементы и наборы». И я обращаюсь к разделу «Вычисляемое поле». Итак, я сейчас просто показываю, чтобы вы сориентировались. И мы чуть позже это сделаем. Открываю имя. И вот, пожалуйста, у меня здесь назначено, например, «НДС». То есть речь идет о том, что мы расширяем вычислительные возможности сводной таблицы. Мы создаем поле со своей формулой. Мы создаем свое поле на основе тех полей, которые уже присутствуют в сводной таблице. И вот, пожалуйста, мы с вами взяли выручку и умножили на 18% и получили результат. И вот теперь мы с вами это делаем сами. Итак, начинаем. Перед нами есть готовый отчет. Мы получили выручку, мы получили прибыль. И нам нужно создать вычисляемое поле. То есть новое поле со своей формулой. Вкладка «Анализ». Обратите внимание, что группа вычислений может быть свернута. Поэтому я или разворачиваю эту группу, или мы с вами находим команду «Поля, элементы и наборы». Итак, пожалуйста, «Анализ». Или вы находите просто вот такой прямоугольничек вычисления. Вот мы находим вычисления и разворачиваем. Или вы сразу находите «Поля, элементы и наборы». Нам нужна вот эта команда. Возможно, ваши кнопочки будут маленькими. Возможно, как-то по-другому будет это расположено. Итак, «Поля, элементы и наборы». И, пожалуйста, «Скликните». Итак, и дальше мы с вами открываем, и мы с вами назначаем вычисляемое поле. Итак, даем имя. Давайте вместе. У меня это будет с цифрками 2. Давайте мы с вами так тоже будем назначать. Итак, мы назначаем с вами НДС. Пусть будет 2. И мы с вами хотим посчитать НДС от выручки. Нолик резервирует место. Нолик мы убираем. Нолик мы удаляем. Мы видим увеличенное расстояние между знаком «равно» и ноликом. Это расстояние все равно восстанавливается. Поэтому можно его удалять, можно не удалять. Оно все равно у нас будет. И далее, обратите внимание, мы с вами видим список полей. Это исходные поля исходной таблицы. То есть мы с вами выполняем вычисления не над этими результатами, которые уже получили в сводной таблице, а механизм вычисления остается тот же. То есть каждый элемент поля выручки умножается на 18%. Умножается на 18%. И мы видим, мы сейчас увидим итоговую сумму по каждому названию. Итак, еще раз. Мы должны различать, то ли итоговые значения полей, которые мы видим уже в сводной таблице, в отчете, то ли вот те исходные элементы исходной таблицы. То есть механизм остается тот же, что и раньше. Мы нажимаем кнопочку «Добавить». Значит, Татьяна спрашивает, присутствует ли этот инструмент в 2007-й версии. Он присутствовал всегда. То есть только как-то пользователь более активно стал этим работать, начиная, может быть, с 7-й версии. Итак, и мы нажимаем «Ок». Итак, мы добавили свое поле. Скажите, пожалуйста, добавилось поле «Сумма по полю НДС-2». Дело в том, что я показываю более пользовательский вариант 18% обычному пользователю. Но в этом плане мы должны иметь в виду, что предпочтительнее ставить 0.18. Потому что мы должны иметь в виду, что Excel переводит проценты в десятичные значения. Но просто чтобы, может быть, вы руководителю готовите эти данные, чтобы он не спрашивался, что такое 0.18. А вот как-то 18% более, может быть, понятное. Для Excel, в принципе, все равно. Итак, пожалуйста, мы с вами добавили поле. Значит, сразу же смотрим на список полей. Показать список полей. И обратите внимание, что эти поля у нас добавились в общий список. Уже наши с вами поля. Значит, мы легко с вами можем поменять правой кнопочкой мышки по сводной таблице, показать список полей. Или открыт. Или открыт, да? Да, открыт. И он у нас с вами добавился, как вы назвали. Мы легко с вами можем переименовать. То есть, или выделим, или выделим. Вот. Или в строке состояния. Единственное только, мы же с вами... Вот здесь получается как? Мы вводили имя НДС-2. И вот получается, что как бы второй раз мы не можем ввести то же самое имя. Если мы хотим, чтобы было НДС или НДС-2, то, может быть, я поставлю сейчас пробел НДС-2. Или я хочу, чтобы было написано с большими буковками. То есть, собственно, мы с вами можем поменять НДС-2 и так далее. Самое главное, да, самое главное, что сейчас Excel будет ругаться. Он уже видел это имя. Мы его уже писали. Поэтому, может быть, вы выполните пробел НДС-2. То есть, мы берем с вами заголовок, мы выделяем ячейку. Вот. И, как всегда, как в любой ячейке, мы легко можем поменять. Можем легко поменять имя. То есть, вот, пожалуйста, НДС-2 у нас получила. Значит, мы это увидели как часть вводной таблицы. Что дает, какое преимущество дает нам вычисляемое поле? Посмотрите, пожалуйста. Мы легко с вами можем менять макет. То есть, я могу... Все получилось? Да. Посмотрите, если сейчас НДС-2 не нужно, если сейчас мы полностью хотим менять макет, то, пожалуйста, это становится наравне с основным полем. Поэтому мы меняем макеты, мы восстанавливаем, и через какое-то время мы хотим вернуться к этому полю. Вот, пожалуйста, мы его восстанавливаем. Единственное только, в этом случае у нас... Ну, в любом случае, если мы меняем имена, мы должны быть готовы, что заголовки у нас слетают. Вот здесь мы ничего сделать не можем, поэтому чаще всего мы уже так подготовили табличку и больше ее не меняем. Итак, мы создали вычисляемое поле. Мы еще дальше будем создавать, но давайте сразу. А если надо изменить формулу, а если надо посмотреть на эту формулу, то мы заходим туда же, и НДС может быть 10%. Давайте мы с вами назначим 10%. То есть это анализ, это вычисление, поля, элементы и наборы. И мы с вами выбираем вычисляемое поле. Вы туда же идем. И мы сразу с вами не увидим этих полей. Для этого надо открыть список имен. И у нас может быть много названий. И пожалуйста, НДС-2 мы открываем. Именно это поле мы хотим с вами изменить. То есть мы с вами назначаем не 18%, а назначаем 10%. Нажимаем кнопочку «Изменить» и нажимаем «Ок». Итак, вы не найдете анализ, если ваше выделение стало мимо макета. То есть начиная с седьмой версии у нас такой принцип. Не показан объект, значит вы не предполагаете с ним работать, значит команд у нас нет. Итак, мы с вами это организовали. И опять же, представьте, что у вас, ну можете сохранить, представьте, что к вам пришел вот этот документ, что делать не рекомендуется, или что делать как бы нельзя. Если вы хотите очистить макет, понимая, что потом ведь мы всегда можем вернуться, и у нас есть вычисляемые поля, то нельзя назначать команду «Действия» «Очистить», «Очистить все». То есть вы можете только посмотреть, потому что по этой команде у нас все будет удалено, все вычисляемые поля будут удалены. То есть вот когда сейчас я открываю опять вот этот список, то никаких вычисляемых полей нет. Поэтому мы очищаем макет, вручную убираем эти галочки. Конечно, это не критично. Я могу выполнить «Контрол-З» от «Прина последнего действия» и все вернуть. Но это если в том случае, если мы сейчас с вами сразу вспомним об этом. «НДС» меняем там же. То есть мы показываем отчет, заходим туда же. И вот единственное, меня не спрашивают мои слушатели в удаленном доступе, а что это за «НДС»? Что это за «Анализ»? Потому что «Анализ» у нас появляется только с 13-й версии. Те, кто работает в 7-й и в 10-й, увидят команду «Параметры». Итак, «Параметры». По аналогии, да, может быть уже многие догадались, «Анализ» или «Параметры» – это одно и то же. Итак, теперь следующий. Давайте посмотрим следующий момент. Следующий момент. Обращаем внимание на итоговое, на вот это итоговое значение. Вот мы привыкли, что у нас общий итог – это сумма. Согласны? Вот. Ну, пока просто, может быть, обратите внимание, сейчас дополнительно мы считать не будем, но во всяком случае, просто обращаю ваше внимание вот на некоторые итоговые значения, чтобы, ну, хотя бы мы пока здесь только на это посмотрели. Итак, здесь мы закончили. Пожалуйста, перейдите на рентабельность. Следующий листочек. И у меня опять все выполнено. И вот часто мои слушатели задают вопрос. Нам мало получить с вами там выручку, прибыль или какие-то значения. Вы нам покажите еще то, что широко используется в простейшем анализе. Вот то, что от нас может спрашивать руководство. Итак, НДС мы с вами посчитали. Вот рентабельность. Если мы получили готовую такую таблицу и, например, не знаем формулу, то вот еще раз напоминаю, пока вы просто смотрите у меня, да, у вас я удалила все эти поля. Значит, это анализ, это вычисление, это вычисляемое поле. Мы находим рентабельность. И вот мы с вами увидели. Это прибыль, деленная на выручку. Хорошо. И закрыли. И теперь мы с вами вместе добавляем это поле. Итак, пожалуйста, все то же самое. Мы выделяем, мы показываем таблицу, анализ вычисления, поля, элементы и наборы. И мы с вами назначаем вычисляемое поле. Мы создаем новое. Пусть это будет называться у меня рентабельность 2. И опять же, обратите внимание, мы с вами берем не прибыль 2, не выручку 2, а мы с вами обращаемся к исходным таблицам. Можно выделить, добавить поле, можно выполнять двойной клик. Прибыль, деленная на выручку. Двойной клик на выручку. Мы назначаем добавить. И мы нажимаем ОК. Скажите, пожалуйста, а что вот это за результат мы с вами получили? Не в процентах. Не в процентах. Мы получили с вами не в процентах. Мы с вами получили не в процентах. С одной стороны. С другой стороны. С другой стороны. Мы с вами можем видеть округленные значения. Поэтому давайте посмотрим. то есть надо поработать с форматом. Мы с вами можем работать обычным образом. Ну, то есть, во-первых, мы с вами увеличиваем разрядность. Чтобы увидеть сотые. Это во-первых. А во-вторых, мы с вами помним, что мы не умножаем на 100%, а мы назначаем процентный формат. Кнопочка процентный формат. Потому что в Excel это не принято. У нас есть формат, то есть мы получаем значение, и у нас единственный формат, который, собственно, под это и заточен. Процентный формат, который выполняет как раз умножение на 100%. Никаких проблем не будет, потому что программа видит эти проценты. То есть для нее это... Ну, опять же, если вам надо показывать. Я так понимаю, что вы работаете с финансовыми документами. Может быть, у вас везде это сотые. То есть вам не нужно переводить этот процент. Поэтому на самом деле, что такое знак процента? Это как бы деленное на 100. Это сотые. То есть никаких проблем у нас не будет. Итак, следующий вопрос. Для сверху на эту ячейку сослаться, на самом деле, в ней стоит 0,88 сотые. Или нет? В ней стоит 0,88. А что нам думать? Если мы хотим сослаться, давайте мы и сошлемся. То есть сейчас... Сейчас, да. Сейчас, собственно, вы обращаете наше внимание, что мы можем работать не только внутри самой таблицы, но и вне ее. То есть так, как работают в основном пользователи, которые умеют, например, только получить тот отчет, который сразу получается, сумма, да. А потом все остальные действия уже выполняет, как обычно, ссылаясь на эти ячейки. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь получается. Только вот сейчас я восстановлю те настройки по умолчанию, которые у нас должны быть. Да, все по умолчанию. Итак, если мы ничего не меняем, то вообще-то вот такая ситуация происходит. Равно. Вот мы хотим посмотреть, как Excel видит. Ну, давайте так. Равно 18. Равно и вот эта ячейка. То есть то, что мы сейчас с вами получили. Значит, прежде всего, прежде всего, мы выйдем в какую-то необычную ссылку. Скажите, пожалуйста, у вас это есть? У вас тоже это есть. Значит, вот это структурированная ссылка сводной таблицы. Хорошо. Давайте сейчас будем исходить из того, что мы не знаем, что это такое, но мы предполагаем, что у нас все правильно. Неважно, как у нас определяется ячейка. Самое главное, чтобы результат был правильный. Ну, давайте мы на этом остановимся. Мы хотим посмотреть, что получится. И N. Ну, вот вы спрашивали, да, как он видит. Значит, мы назначили формат 88%, но это 87% и так далее. Согласны? Он видит все правильно. Он видит все правильно. Но раз уж мы это сделали, тогда возникает вопрос, тогда возникает вопрос, а, собственно, какие неожиданности может нам, может нам представить вот такая ссылочка. И вообще, почему, почему вдруг у нас она появилась? Ну, на самом деле, если мы продолжаем работать отдельно от сводной таблицы и не меняем никаких настроек, то у нас могут возникнуть проблемы. Мы пытаемся копировать эту формулу, и формула не копируется, а формула повторяется. Потому что великий смысл вот этой ссылки как раз и заключается в том, что как бы мы не переносили бы этот результат, куда бы мы не переносили, как бы мы не копировали, как бы мы не меняли макет, вот эта ссылка означает, что мы обращаемся к белочке и вычисляем рентабельность. Итак, значит, вот это означает, что я вас услышала, сейчас мы, итак, это означает, что, собственно, вот для чего она предназначена, чтобы она не менялась, чтобы у нас, да, вот, вот все было достоверно, чтобы дальше мы не делались с макетом и так далее. Но, вот дальше что делают? Как избавиться от этого? Это, конечно, все хорошо, но нам это не нужно. Как избавиться от этого? Иногда печатают вручную. F4, да, равно F4. Иногда ваше предложение, я услышала, убираем абсолютные ссылочки. Я согласна. Но на самом деле, мы можем пойти другим путем. Мы можем с вами изменить настройки, настройки вычисления, настройки организации этой ссылки. Итак, структурированная ссылка, она отменяется или назначается. Вернитесь, пожалуйста, в макет. Итак, вернитесь, пожалуйста, в макет. И на вкладке анализ находим первую группу команд сводная таблица. У нас может быть свернута, опять же, вот эта кнопочка, вот она, сводные таблицы. Может быть, может быть развернута. Если она свернута, кликните по ней. Итак, или может быть сразу развернута. И нас интересует с вами кнопочка параметры. Итак, пожалуйста, еще раз. Вкладка анализ. И в самое начало или кнопочка свернута, или развернута. Нас интересует кнопка параметры. Кнопка параметры. И, пожалуйста, разверните эту кнопочку. И эта ссылка называется GetPivotData. То есть, вот эта структурированная ссылка называется GetPivotData. Это единственная команда, которую так и не перевели на русский язык. И мы с вами снимаем флажок, то есть, просто кликаем по этой команде, окно, менюшка закрывается и флажок закрывается. Анализ. Анализ. И мы с вами переходим, ну, и здесь по-разному может открываться. Или надо кликнуть, открыть список команд. Или вы сразу видите кнопочку параметры. По кнопочке параметры кликнули и развернулся список команд. Параметры сводной таблицы? Нет, не параметры сводной. Просто вот параметры сводной таблицы кликните по этой галочке и откроется список команд. А, сверху параметры и снизу создать верх пилотей. Да, и вы кликните по этой команде и если стоит флажок, значит он снимется. Итак, теперь я это тоже делаю. Сводные таблицы по кнопочке параметры. То есть я как бы отжимаю этот флажок. То есть мы отжимаем и тогда что получается? И тогда получается, что когда мы с вами начинаем новую формулу. Равно. И мы с вами обращаемся к этой ячейке, то это будет просто F4 умноженное на 18... Ой, извините, это... просто F4, дальше мы ничего не делаем. То есть вот здесь когда мы просто обращаемся, у нас процентный формат подхватывается. На самом деле это не важно, потому что мы с вами можем отменить процентный формат. то есть не вопрос. Но в чем проблема наших вычислений? То есть если мы с вами таким образом выполняем, значит мы гарантированно должны быть уверены, что никто не будет менять нашу сводную таблицу. Потому что как только сейчас я что-нибудь изменю, например я выручку уберу. Вот я убираю выручку и у меня все перемещается. И это означает, что если get pivot data, то неважно как мы меняем макет, у нас определяется белочка интабельность. А если мы обращаемся к ячейке, то там ноль. Да, то там будет просто ноль. Поэтому вот эта ситуация, она самая неудобная на самом деле. Именно поэтому мы говорим о том, что собственно надо учиться создавать вычисляемые поля. То есть мы вводим формулу в саму сводную таблицу. То есть вот мы получили ориентабельность, получили эти проценты. Все замечательно, все хорошо. Итак, мы с вами посмотрели, в чем преимущество именно вычисляемого поля перед обычными вычислениями в обычных ячейках. у нас у нас или проблемы с копированием или проблемы со сводной табличкой, которая предполагается, предполагается, что она не будет постоянной. И вот теперь следующий вопрос. Будьте внимательны с общими итогами, потому что давайте посмотрим. Мы считаем с вами рентабельность как прибыль, деленная на выручку. Это означает, что каждый элемент прибыли поделен на соответствующий каждый элемент выручки, и мы с вами видим общий итог. И механизм вычисления остается тот же и для общих итогов. Это не сумма по столбцу. Предполагается, что вот эти значения, то есть вся прибыль по всем нашим значениям, каждый элемент прибыли делится на соответствующий каждый элемент выручки по всем названиям, и мы с вами видим общий итог. То есть это не общая сумма. Такой механизм, такая технология. Поэтому просто будьте к этому внимательны. в данном случае как отстраиваются, что общая сумма дала в баке будет. Ну то есть это однозначно не общая сумма. Далее. Я опять хочу вернуть вас итак пожалуйста я хочу вас вернуть туда же. Итак пожалуйста давайте вернем туда же. Вернемся. Просто сводная таблица. Рентабельность у нас с вами есть анализ вычисления поля элемента и наборы вычисляемое поле. И мы с вами откроем рентабельность 2. Ну опять еще раз по поводу процентного формата. Ну как-то не принято. Вот то есть мы назначаем мы назначаем мы назначаем процентный формат. Далее посмотрите пожалуйста вот теперь мы более подробно посмотрим а что собственно можно вводить в строку формулы. Мы с вами видели что можно взять поля исходной таблицы. То есть прибыль выручка. Согласны? Мы с вами могли вводить постоянные какие-то значения умножали на 18%. Согласны? Что нельзя? А мы открываем список имен и выбираем то что нам нужно. Итак далее давайте посмотрим чего нельзя. А оказывается нам нельзя сослаться на конкретную ячейку. То есть если мы с вами пытаемся кликать это действительно нельзя. то есть это технологии таковы что просто представьте что сейчас исходная таблица и вот этот отчет помещен в отдельное место в кэш память то есть в оперативную память и как нам говорят учебники не верьте тому что вы видите перед собой вы работаете с отражением тех данных которые находятся в оперативной памяти. Поэтому несмотря на то что мы кликаем что вроде бы мы работаем вот сейчас здесь непосредственно выделить ячейку мы не можем. А что еще можно сделать? Оказывается можно поместить функцию туда. Вот когда меня очень радует что вы так внимательно относитесь к тому результату который мы получаем и вот давайте мы все вместе посмотрим на тот результат собственно который находится в этих ячейках и с которыми выполняет вычисление уже наша формула. Вы видите какой хвостик у нас? Сталкивались ли вы что в ячейке у вас может быть значение вот с этим десятичным хвостиком и в итоге до 15 разрядов у нас помещается а в самой ячейке мы отображаем может быть только целую часть или мы отображаем с вами с точностью до сотых да то есть чтобы копейки были вот то есть собственно вот этот хвостик нам не нужен иначе у нас будут ошибки если мы основываемся на этих значениях то собственно в расчете у нас сейчас вот это значение участвует это значит кто занимается бухгалтерией значит копейки у вас не сойдутся как быть и сейчас нам нужно вспомнить функции округления кто какие вспомнит и не случайно я назначила проценты потому что здесь дополнительные проблемы у нас могут возникнуть то есть мы ведь с вами видим целые числа 88 а для экселя это ведь не целое число это 088 значит нам нужно вспомнить с вами функцию округления которая будет показывать что надо оставить число с точностью до сотых знаков вспомните а может быть нам кто-нибудь подскажет из наших слушателей округл там их много округл вверх по-моему вы знаете моя любимая функция функция которая не округляет то есть не увеличивает разрядность просто отсекает и может быть мало кто знает эту функцию отбросить функция отбр отбросить первой буковки а ну почему нет ну на самом деле вы сами определяете ну если по правилам математики с округлением но если мы финансисты экономисты и так далее то может быть мы просто отбрасываем без всяких округлений 50 51 должно стать 51 85 51 должно стать вы знаете но если у меня 88 процентов а у меня затем появится 89 процентов я на такое не подпишусь на самом деле так вот давайте исходить с того я предлагаю свое видение значит если вас не устроит эта функция назначите просто другую функцию которая будет округлять и на нашем семинаре помните я вам давала табличку со всем списком всех функций со всеми вот этими нюансами как это все будет округлять вверх вниз кратно не кратно с округлением не с округлением то есть собственно это раздел математические и перед вами ну сейчас я не считала точно но порядка 15 функций там точно есть и так я предлагаю свою любимую функцию назначить давайте попробуем и так значит мы выбрали ориентабельность 2 мы с вами видим эти значения и так мы назначаем отбр прямо по то есть предполагается что мы с вами умеем работать немножко функциями то есть мы показываем что прямо сюда мы можем вводить вот и так что не можем не можем значит можем как можем где-то напечатать вот если я например сейчас говорю боже я уже все забыла и не знаю как и называется эта функция и так далее тогда но с другой стороны у нас будут проблемы с именами с именами полей да мы здесь можем ошибиться вот поэтому конечно если это сплошные функции мы можем набрать их в ячейки копировать и туда вставить да и так пожалуйста ну я так поняла что вы не помните этой функции значит функция отбросить смотрит на результат это первый аргумент результат а затем с помощью этой функции мы можем показать количество знаков после запятой и еще раз напоминаю что 88 это сейчас для нас целое число для эксцеля это 88 соток поэтому чтобы увидеть вот эти вот проценты мы должны с вами дальше писать писать точку запятой ставим то есть разделитель и в этой функции на втором месте мы с вами вводим количество знаков после запятой и закрываем скобочку нажимаем нажимаем изменить и окей она просто да то есть здесь у нас происходит с округлением а здесь она просто да отбрасывается ну во всяком случае во всяком случае мы сразу здесь видим что вы можете назначить любую функцию и в том числе любое округление которое хотите показываю эту функцию потому что именно об этом спрашивают вот как именно отбросить без всяких округлений скажите пожалуйста все получилось да итак вычисляемое поле мы идем дальше итак меня спрашивают вот эти основные моменты мы посмотрели аналитика ну вот собственно что мы с вами можем делать если у нас есть прибыль если у нас есть выручка но давайте вспомним о том что как только мы получаем с вами значения продажи доходы и так далее то сейчас от каждого сотрудника требуется выполнять анализ и в том числе например от вас требуется вычислить прогноз то есть как-то его определить как-то его посчитать кому это интересно кому это необходимо я хочу обратить внимание что в следующую субботу 16 числа здесь же на белорусской начинается курс который называется анализ и визуализация данных и у нас большая тема это вычисление прогноза и я вот сейчас показываю вам прямо те листочки с которыми мы работаем то есть каким методом воспользоваться чтобы определить прогноз у нас три основных метода мы их рассматриваем мы вычисляем прогноз мы строим прогноз то есть один метод другой метод то есть разные методы на одну точку вперед на много точек вперед далее вот сейчас я показываю прямо свои таблички мы смотрим с вами прибыль мы вычисляем значение прогноза прибыли по одному параметру по дате но когда но иногда возникает необходимость прослеживать зависимость от многих параметров и мы также можем это делать у нас не просто прибыль а в это время у нас меняется число конкурентов например расходы на рекламу и мы учитывая вот эти уже изменения хотим сделать прогноз нашей прибыли то есть мы с вами учимся учимся вычислять прогноз далее может быть вы слышали о такой задаче вычисления прогноза с учетом коэффициентов сезонности когда у нас с вами один год есть второй год может быть третий год и собственно нам нужно вот стандартная классическая задача нам нужно выполнить вычисление прогноза на следующий год по месяцам вот пожалуйста легко мы с вами вычисляем мы с вами строим мы с вами подсвечиваем пунктирной линии то есть это все excel уровень третий я вас приглашаю ну а сейчас мы с вами исходим из того что эти значения которые мы получаем являются уже исходными данными поэтому когда мы обращаемся с вами к аналитике то есть мы с вами считаем что значение прогноза у нас с вами итак значение прогноза у нас с вами есть вот это исходные данные итак значит один из показателей которые нам нужно определить когда мы получаем прибыль мы делаем прогноз и нам нужно определить рост прибыли рост прибыли вычисляется как прогноз деленное на прибыль минус 1 попробуйте самостоятельно это выполнить то есть теперь мы уже знаем как это выполняется итак по поводу форматирования прежде всего мы исходим из того вот как подхватиться форматирование обычно не подхватывается вот когда мы создаем сводную таблицу форматирование обычно не подхватывается то есть это без пробелов без долларов и так далее вот когда мы организовываем вычисляемое поле то у нас может подхватиться форматирование исходной таблицы вот когда вы сейчас это делали да то у нас подхватывается из исходной таблицы которую мы видим на данный итак пожалуйста вы сами сейчас это выполняйте вот эта формула в скобочках прогноз минус деленное на прибыль минус один да вот нам подсказывают кстати окрверх а вот знаете Лена пока у нас самостоятельная работа чем отличается окрверх округлверх вот функция окрверх показывает нам с какой кратностью нам нужно получить число кратное там пяти кратное десяти поэтому на самом деле у нас действительно много функций и они имеют все все свои особенности вот поэтому я обращаю внимание что пожалуйста любую функцию вы назначаете итак далее вот не очень у меня прописалось боюсь ошибиться с именем вопрос звучит а можно ли использовать формуле вычисляемые другие ранее созданные вычисляемые поля а вы попробуйте то есть идею суть мы с вами посмотрели пожалуйста попробуйте потому что все эти поля мы видим почему бы нет скажите пожалуйста получился рост прибыли вот поэтому когда говорят а как нам посчитать рост прибыли легко так пожалуйста следующий шаг следующий шаг очень очень важный очень важный я всегда подчеркиваю когда мы учимся создавать сводные таблицы то я всегда подчеркиваю что в отчете в отчете мы выставляем те значения которые нам нужны а все остальные как будто перестают существовать то есть то что мы с вами скрываем все перестает существовать то есть общее правило вычисление выполняется только с видимыми значениями ну то есть сейчас я могу вам это показать то есть я могу например наименование вот все наименования кроме белочки например я убираю и вот пожалуйста у меня остается значение только белочки и общий итог только по белочке то есть только то что осталось то и вычисляется вот и постоянно спрашивают вопрос а вот можно ли организовать вычисляемое поле используя те значения которые мы не выставляем слышали меня которое скрыто да то есть можем ли мы использовать те значения и так только зная работу с вычисляемым полем мы можем выполнять вычисления на основе скрытых полей и так пожалуйста маржинальная прибыль маржинальная прибыль это прогноз а я изменила она всегда будет с вами выдаваться вот такой генерируются длинные такие названия и мы с вами посмотрели что их надо менять встал вот вверху да 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 это всегда вот такие названия у нас генерируются задавался да 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 и так ну давайте еще тогда поскольку мы вернулись давайте к росту прибыли мы вернемся но мало посчитать надо еще какой-то вывод сделать по реальным значениям то сейчас мы с вами видим что у нас по двум названиям реальные убытки да то есть мы говорим что то есть мы видим результат что прибыли у нас нет а что это означает да мы говорим о том что по той тенденции которая наблюдается да то есть посмотрите вот у нас прибыль и у нас наша наша формула да вот наш прогноз говорит о том что у нас упадет да упадут продажи то есть это меньше это в минус по сравнению с тем что есть и мы этот минус видим реально вот здесь согласны поэтому когда мы говорим рост прибыли то собственно надо понимать что это действительно может быть вверх а это может быть и вниз то есть собственно вот этот показатель вот и может нам показать по каким наименованиям мы уходим сейчас в минус вот значит вот здесь как собственно не просто получить эти данные мы с вами видим что при тех исходных значениях которые у нас есть в задаче мы нашими методами мы нашими методами мы все правильно сделали но мы получили с вами но мы получили с вами отрицательные значения отрицательные значения роста прибыли и мы или мы с вами видим что прогноз вас нас вообще не устраивает и дальше что нам делать а для чего вообще прогноз то мы делаем вот как раз для определения вот этих значений и значит и значит если нас результат не устраивает у нас есть еще время чтобы менять исходные данные согласны ну то есть мы спрогнозировали значит если мы уходим в минус что значит расширять производство вот допустим мы открыли да еще один этаж пятый этаж здесь может быть еще какими-то да закупки больше делать может быть технологии менять и так далее то есть у нас как раз есть запас по времени чтобы изменить исходные данные и вот если кто сталкивался с такими проблемами то не методом тыка мы с вами делаем а что если мы сократим количество сотрудников а что если мы уменьшим зарплаты да а на сколько там надо уменьшить или наоборот надо увеличить чтобы как-то да сотрудники по-другому работали я хочу напомнить что на третьем курсе мы мы комплексно решаем эти проблемы мы не только строим прогноз но и у нас есть инструмент который подбирает исходные данные под нужный нам результат я например прибыль хочу получить 3 миллиона я задаю конечный результат 3 миллиона и инструмент данные анализ что если может подбирать данные может один элемент подбирать может два может несколько и у нас есть инструменты которые инструмент который является продолжением анализа что если поиск решения этот инструмент находит оптимальный комплект исходных данных чтобы получить максимальную прибыль минимальные расходы вот об этом я обо всем рассказываю в Excel третьей части которая собственно начнется в следующую субботу приходите это действительно очень интересно ну а сейчас мы что получили с тем и работаем и так еще раз значит прогноз деленная на прибыль минус 1 да вот мы значение получили процентный формат у нас назначен далее есть 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 такой параметр как маржинальная прибыль ну все то же самое значит это прогноз плюс переменные издержки значит мы с вами не видим мы с вами издержки непосредственно в таблице значит мы с вами понимаем что это поле находится у нас в исходной таблице оно сейчас скрыто и мы легко с вами можем это назначить потому что у нас с вами открывается список всех исходных полей и так просто сами выполните то есть мы находимся в макете и мы с вами и мы с вами назначаем анализ вычисления поля элементы набора вычисляемое поле вы создаете а я открываю маржинальную прибыль и обратите внимание здесь есть маленький нюанс но такой важный когда мы рассматриваем денежные потоки то все что мы отдаем все что вот у нас издержки мы же должны вычитать поэтому когда мы готовим профессиональные таблицы для анализа то денежный поток рассматривается как единое целое и по идее издержки должны вводиться в самой таблице со знаком минус тогда мы с вами вводим стандартную функцию сумм но поскольку мы с вами минус там не ввели тогда здесь получается что в общем-то это сумма с точки зрения общей нашей да общих наших команд но на самом деле это вычитание итак еще раз когда рассматриваются денежные потоки то что все то что мы отдаем мы вводим со знаком минус в исходных значениях но если сейчас этого не произошло значит мы ставим знак минус и издержки у нас не присутствуют мы их вытаскиваем из общего списка вот таким образом я вас познакомила с теми основными аналитическими параметрами которые прежде всего необходимы нам издержки находятся в исходной таблице то есть сейчас здесь мы обращаемся скрытому полю то есть мы говорим о том что это можно выполнить пожалуйста перейдите на следующий листочек визуализация и сегодня на занятиях вот вы вспоминали слово дельта разность да вот ну на самом деле мы на занятиях смотрели мы на занятиях смотрели условное форматирование смотрели условное форматирование мы назначали в обычных ячейках давайте я напомню если мы хотим проанализировать значение то вот мы выделяем ячейки условное форматирование вот и мы с вами может быть вот назначаем да вот гистограммки ну то есть там практически одинаковые значения вот по сникерсу мы видим что вот у нас вот это условное форматирование вот то есть там вот 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 вот